Продолжение следует... Я пригласила Виталия Крупина, который очень активен в наших группах ВКонтакте и производит впечатление начитанного думающего человека. И как-то так сложилось, что... Ну, в прошлый раз у нас как-то был Денис, я помню, и Пьера помогал, случайно залетев на огонек. Виталий зашел не случайно, все идет по плану. То есть мы будем чередовать вопросы, ну и посмотрим, что получится. Всем здравствуйте. Отлично, Виталий. Ну, что делаем? Маргарита Анатольевна, общий вопрос для начала. Ушедший год был для вас и проекта Маргента весьма продуктивным. Ровно год прошел с момента релиза Окситании. Те, кто следит за вашим творчеством, не имели шанса усомниться в том, что вы по-прежнему находитесь в процессе работы над новым материалом, как для собственного проекта, так и для других групп. За год у вас состоялось издание Окситании на Сиди, работа над вторым дополненным изданием Либретто сейчас ведется, релиз Сальто Витали, работа над материалом для альбома Жанре Альтернатива, подготовка к изданию альбома группы СС-20. Что лично для вас, как для творческой единицы, изменилось за ушедший год и быстро ли спадает чувство удовлетворенности от проделанной работы? Ничего не изменилось за прошедший год. Это постоянное напряжение, постоянное понимание того, что ты должен что-то делать, это ужасно. Потому что если вдруг ты на минуточку замрешь, вот как та самая ящерица у Рэя Брэдбери в его книжке о том, как нужно писать книжки, что ты вот выплеснул, потом ты должен замереть на камушке, как ящерица, и собирать солнечный свет, солнечные лучики, как бы разогреваться, короче говоря, собирать новую информацию, скажем так. Но не получается стать ящерицей. Дохлый может быть, но живой не получается вот застыть и отдохнуть. Потому что, не дай бог, если ты застынешь и, так сказать, решишь немножко побалдеть под лучами солнца, тут же найдутся люди, которые будут «А, творческий кризис, всё, выноси там!» Это ужасно, на самом деле. Прошлый год для меня был очень тяжелым. Мне трудно работалось. Может быть, именно перенасыщение произошло определенное в процессе работы на той же самой Окситании. Нервный стресс, в общем-то, был. И плюс еще надо было спасать свою репутацию в Арии. Это тоже, как бы, серьезная работа. То есть отдыха практически, ну как, я все задвинула на лето и просто тупо читала книжки летом. У меня лежало вот второе издание, надо было доделать еще летом. Ну вот как-то, ну вот хотелось почитать. Хотелось поймать новый кусочек чего-то. Поймала, хорошо. Уже в конце где-то я спохватилась, да, нет, вру, летом внезапно посетила идею сделать Сальто Виталия, трибют Доминину. Это внезапно было, это вот такая вспышка, и вдруг, а-а-а, всех хватает хорст, пистолеты, бегут, записывают этот релиз. Потом вдруг я вспомнила, что я должна и у Фимову написать песню. Это же безобразие просто, бедный Петя. Вот, родилась волна, но это уже где-то ближе к концу, да. Вот, за 15 минут она родилась. То есть это надо вовремя аккумулироваться. Тут еще осенью подключился Игорь Тарасов, группа СС-20, значит, с великим проектом, что вот мы решили обновить материал, все, но Игорь не знал, как что делать. То есть я подключилась там по оформлению, нашла прекрасного Куприянова художника, взяла на себя заботу по выпуску, все. То есть какое-то хаотическое такое движение мыслей, дел, рук не хватает, ног не хватает, голова одна. Это вот прошедший год, это какое-то паническое состояние. Что-то надо делать, надо делать, а вот что-то не делается. А надо делать, надо делать, а вот что-то не делается. А к концу это вот шашки наголо, буденный, и вот и волна, и концерт Гран Куража с Петей, и СС-20, и успешный вдруг, очень успешный. Я не думала, что так народ весело отреагирует на наш маргентовский проект «Трибьют Сальто Виталия». Но хорошо пошло. На удивление. То есть и регги хорошо принято было, и версия Sunburst, и версия Штилек Кустаревская, которая лично мне не понравилась, Дубини не понравилась, но народ приветствовал. Ну, замечательно, я рад за народ. Насчет удовлетворения от работы проходит моментально. То есть вот ты выпустил, и вдруг ты сел, и понял, а все надо было сделать совсем по-другому, и тебе уже не нравится, а уже переделывать поздно, потому что уже все, уже... И поэтому хочется сделать еще что-то, но назад все равно не вернешься. Часто было ощущение того, что вот вы прям зашиваетесь с работой? Да это постоянно. А что с того? Да, ощущение есть. Вот летом у меня было это ощущение. Ой, столько того, сего, сего. А вот хочется вот... Вот хочется на диване сесть с книгой, положить стопочку рядом с собой и просто читать. А можете вспомнить год, когда вы меньше всего работали над текстами, стихами? Ну, когда я не работаю над текстами, над стихами, я работаю над чем-то, что я придумываю себе. Это вот тот замечательный год, когда я наслаждалась просмотром постоянным, туда-сюда гоняла сынов анархии и писала этот трактат. Работы везде где-то затихли на всех фронтах. Все, что надо было, я уже сделала. И все, и у меня начинается свободное плавание. Это же очень часто бывает, даже когда ты что-то делаешь обязательно из обязательной программы. Вот вдруг тебя осеняет какая-то мысль, и совершенно не имеющая ничего отношения к обязательной программе, появляется на свет. Ну, это нормально для непоседа. Давайте, может быть, тогда рассмотрим вопросы на нашу основную тему «За жизнь», которые задавали пользователи ВКонтакте. Вот Мария Касибина конкретно говорит «Поговорим за жизнь». Душа болит за молодых людей, которые не помнят истории, не любят русский язык, не знают, чем им заняться, слушают бессмысленную музыку, смотрят разлагающие разум ТВ-шоу, сериалы и фильмы, верят на слово СМИ и словам приятелей о том, что происходит в мире и что есть истина. Я часто думаю, а возможно ли что-то изменить в сознании нашего растущего поколения? Мария, я здесь не буду союзницей вашей, потому что у меня душа за молодых людей болит, когда я слышу, как они ругаются матом. Это да, тут у меня как-то душа говорит «Ой, больно». В принципе, молодые люди сейчас совершенно разные. У меня масса совершенно знакомых молодых людей, которые прекрасно знают русский язык, не смотрят, слава Богу, Дом-2. Что такое истина, вообще никто не знает, ни молодые, ни старые. Истина – это истина. Для верующих, может быть, истина – это Господь Бог, я не знаю. А для обычных людей, что такое у каждого своя правда, кто-то видит истину в вине, кто-то видит истину в лимонаде. То есть, это довольно такое общее понятие. Верит на слово «средством массовой информации». Да, по-моему, основная часть молодежи уже вообще на «средством массовой информации» официального внимания не обращает. Ну, так мне кажется. Скорее всего, так и есть. Есть интернет, есть масса каналов, есть масса блогеров, есть масса комментаторов. Ну, и каждый выбирает как бы по своему вкусу. И, опять-таки, на этих каналах каждый пишет, кто во что гораздо. Каждый? О, комментарии лучше не читать. Нет, нет, я про статьи тоже. Да, каждый слушает бессмысленную музыку. Ну, для кого-то она бессмысленна, эта музыка. Для кого-то она имеет смысл. Предлагать всех загнать в один загон и слушать, условно говоря, одну музыку, которую вы считаете музыку со смыслом, это негуманно. Если человек хочет прийти, допустим, условно говоря, вот он сейчас слушает хип-хоп, а, может быть, с возрастом он тоже пройдет там классической музыки, коперной музыки. Но люди совершенно разные. И вот так вот говорить обо всех, что вот у нас такие отвратительные молодые люди, я не знаю, но есть и отвратительные. Они всегда, во все времена, это все то же самое. Во все времена были молодые люди, которые не знали истории. Во все времена были люди, которые терпеть не могли русский язык. Ну, сейчас, да, сейчас больше крен идет в состоятельной части населения в сторону английского языка и иностранных. Но это понятно, почему. Не знают, чем заняться. Да, есть те, кто не знают, чем заняться. Лазают там на верхотуры, вот этот вот экстрим, вот этот, да. А есть люди, которые вкалывают и до сих пор разгружают какие-то вагоны. Какие-то мешки зарабатывают на жизнь. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Это как Сократ был в свое время, говорил о том, что, о, какое молодое поколение, какой кошмар. Все мы в какой-то, конечно, степени Сократы в этом плане. Но мне кажется, так уж переживать за молодых людей не надо. А надо заняться собой и своими детьми, если вот в семье есть, свои дети, да, вот, то выращивать из них тот фрукт, который соответствовал бы вашим требованиям. Мне так кажется. Не знаю. Прекрасный вопрос Ольга Романова задала. Радостный. Скажите, пожалуйста, что вас радует в жизни, чего вы ждете, мечтаете ли о чем? Короче говоря, в чем смысл жизни для вас? Хороший вопрос, Ольга. В жизни меня радует то, что я еще жива. Ничего не жду, потому что это неблагодарная такая вот задача что-либо ждать. Ну, что получится, то получится. Мечтаю, у меня несбыточная мечта, жить на берегу моря в маленьком домике и выращивать розы. Я мечтаю об этом. Но этого не будет. Это я знаю. Поэтому у меня есть дача, там моря нет, речки нет, ничего там нет. Есть розы, прекрасные соседи, колодец и такой там хороший строитель Василий с прекрасной фамилией Розенов, с которым мы нашли общий язык и пытаемся из моей дачи сделать что-то приличное. Ну, старый дом такой. Вот он там какие-то решеточки мы сделали, какие-то витражики там. Ну, такой Леонардо наш местный. Вот я с ним беседую. Это вот меня очень радует такое состояние. В чем смысл жизни для меня? Не опозорить отечество, рука отечества, и не опозорить свою фамилию Пушкина. Папа Анатолий Иванович Пушкин. Чтобы мои родители там гордились мною, как они гордились, честно говоря, при жизни. Хотя они мало чего понимали в том, что я делаю. Помогали мне. И вот смысл жизни. Смысл жизни для того, чтобы жить достойно. Вот так мне кажется. Ну, по моим понятиям. Буду рада, если я ответила на ваш вопрос. Была ли в вашей жизни настоящая любовь? Интересуется Александр Пирков, по-моему, тут плохо пропечатал. Александр, если бы еще знать, что такое любовь, честно говоря, я до сих пор не знаю, что это такое. То есть, если чисто физиологически, это понятно, как пляска инстинктов, да, химия, там все начинают, там, алхимия. Я не знаю, были увлечения, действительно. И каждый раз, когда какое-то такое романтическое увлечение, всегда ты думаешь, что вот она настоящая любовь. Потом проходит какое-то время, ты понимаешь, ах, это не настоящая любовь. Это вот так вот. К сожалению, я должна признать, что та любовь моя, первая любовь, это была в третьем классе. Был такой одноклассник, у меня Витька Тумурев, в Риге, до сих пор помню. Даже не третий, наверное, а второй класс. Вот это, наверное, была настоящая любовь. Мы с ним играли в какие-то машинки, ходили по старой Риге. Замечательно было. Такое безмятежное, прекрасное чувство. А все остальное, ну, будем считать, что во взрослой жизни даже Джимми Хендрикс не помог найти настоящую любовь. Хотя мне казалось, что я вышла замуж как бы за человека. Мне казалось, что это настоящая любовь. И это уже такая деталь интересная, что единственное, кто был за то, чтобы мы поженились, это был Александр Борисович Градский, который сказал, да не слушай-то никого. И он до сих пор этим гордится. Что как бы крестный отец, ну, так вот, негласно, да, моей дочери, он говорит, ну, если бы не я, так ее бы и не было. Ну, это действительно так. Вот. Это вот единственный человек, который одобрил. Замечательное было время музыки, время Сышенов. Много было хорошего. Был, конечно, всякие нелады. Но будем считать, что вот такая вот приблизительно настоящая любовь все-таки была под музыку Дорс и Джимми Хендрикс. Будем считать так. Так, серьезный вопрос задала Анастасия Солонухина. Раз уж за жизнь, какие размеры, на ваш взгляд, приняла проблема модернизации современного поколения? То есть она вообще есть? Ну, мне кажется, проблемы-то нет. Модернизация есть. А никуда от этого не денешься. Время идет, технический прогресс. «Наш ум – генератор зла», как пела группа Ария. Действительно, присутствует эта модернизация. Может быть, проблема в том, что люди стали меньше думать как бы головой, полагаясь на всякие гаджеты, на всякие вот эти вот... Это и есть. Плохо считают. Многие плохо читают. Информацию, ну, набрало Гугл, там все. Ну, в Гугле, кстати, очень часто бывает и неверная информация. То есть есть. Но модернизацию не остановить. Это прогресс, это время. Мы же не будем вставлять палки в колеса прогресса. Правильно? В свое время и паровоз пугал людей. А вот то состояние общества, о котором вы говорите, что люди доверяются технике, сами меньше думают, это логическое продолжение? Вот этого всего развития? Конечно. Это модернизация, это как бы ведение новых технических всяких приспособлений, всяких вот робот, роботизация, да, происходит. Это потом... Вот есть такой вопрос по поводу... забегу вперед искусственного интеллекта. Этим занимаются фанаты. Это же целый институт работает. Недавно я видела, просто у Познера была дама, которая занимается, она главная, я не помню ее фамилия, очень интересная женщина. Они свято верят в этот искусственный разум. Но тут сразу вспоминаешь все книжки, которые ты читал про искусственный разум, как искусственный разум поглощает человеческие, человечество. Я думаю, что дело до этого не дойдет, но восстание машин может быть. То есть мне вот так кажется, что в этом плане человечество тихо пилит сок, на котором сидит. Все хорошо в разумных пределах, но опять же тяга изобретателей и ученых вот к чему-то, ох, такому вот прорыву, ты это не остановишь. Если ты расстреляешь китайского ученого, который там, как говорят, недоказанно, вырастил детей каким-то запрещенным способом, то из-за того, что его расстреляют в Китае, где-нибудь в Сингапуре, где-нибудь еще, опять появится такой же ученый, который сделает то же самое. Это любопытство научного мира ученого человека. А вот сделать вот так. Это то же самое, как любопытство у творческого человека. А если я вот напишу вот так вот? А если? Это сумасшедший мир, сумасшедшие люди. Это все совершенно нормально. Ну вот как раз дальше, Анастасия. Какие плюсы и минусы совершенствования жизненных условий нашего времени? Научные достижения. Ну я не большой знаток научных достижений. Так я слежу иногда, у меня от челюсти там отвисает, когда что-то рассказывают, какие-нибудь коллайдеры там. Это для меня вообще что-то недоступное, да? Вот. Я с ужасом, допустим, наблюдаю. Я понимаю, что это нужно науке. Но как человека, обычного, homo sapiens, меня, допустим, страшит, когда кто-то высаживается на Марсе. Я тоже вспоминаю Рей Брэдбери, марсианские хроники. И там кто-то еще куда-то летит, там на Луну, да, вот сейчас. И я радуюсь, я думаю, нехорошо, когда прерывается связь с этим аппаратом. Мне жалко этот аппарат, но я думаю, вот и хорошо. Мы еще что-то и не узнаем, и хорошо. Так что... Сейчас многие ученые, ну вот, далеко ходить не надо, Илон Маск продвигает эту идею, ну у него там свой, конечно, коммерческий интерес. Он все хочет, ракеты-носители туда запускать. А вот он агитирует, что если мы создадим на Марсе колонии, мы сделаем такой своеобразный бэкап общества земного со всеми... Это все было у Брэдбери. И песня была в Советском Союзе, и на Марсе будут яблоны цвести. Это все было. А Брэдбери прекрасно рассказал, что это будет колонизация Марса. Ракетное лето, они были смуглые и золотоглазые. Вот это все, вот этот рассказ марсианские хроники. Причем очень интересная реакция была на этот рассказ вот у моего старшего внука, когда я ему сказал, прочитай. Он прочитал, и я забросил Брэдбери. Я не буду читать, это ужас. Это как? То есть, он вообще не принял это. Этого не может быть. Как? Я говорю, ну это же фантастика. Нет, 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 все. А младший прочитал, сказал, давай еще. Ему понравилось. То ли, потому что там черепами они пинают ногами. Вот. То есть, мне кажется, что он больше философию понял про это. И поэтому Маск может предлагать все, что угодно. Человечество. Я говорю, вот один раз Ария сказала, и этот лозунг на века. Наш ум генератор зла. Вот вроде мы работаем на прогресс, на все, а все равно все это аукнется атомной бомбой, все равно это аукнется звездными войнами и уничтожением цивилизации. Но со времен Брэдбери мы сделали уверенный шаг в сторону этого. В сторону гибели цивилизации. Да. Ну, вот эти ребята, они вот эти фантасты. Кларк, Гаррисон, Саймак, Лем, Брэдбери. Ну, дар, пророчество. Люди, которые смотрели в будущее и видели наше будущее. А мы, как бы, сейчас занимаемся тем, что мы подтверждаем их мысль. Так, Анастасия, следующий вопрос. Какое культурное значение вы придаете праздникам православным, католическим? Они хренвари богат. Никакого культурного значения я этим праздником не придаю. Для меня это, как бы, ну, уважаючество православных и католиков. Но я люблю Новый год и то, как я его люблю. Я понимаю, что это календарный, чисто. Можно Новый год отмечать в любое удобное для вас время. Вот, допустим, выходит какой-то альбом, да? Вот так света не вышла, она вышла не в Новый год, она вышла в декабре. Вот 17 декабря, какого, уже 17-го года, да? Для меня был Новый год. А все остальное это чисто календарно. У кого-то Новый год может быть раз в 4 года, а то и больше. Да, может быть так, Новый год новая жизнь. А так, ну, отсчитал, прошли вот эти вот, сколько там, 365 дней, да? Будьте любезны, отмечайте Новый год. Да, я не хочу. Так, если попробовать погадать, да, поугадывать, что нас ожидает в 2019 году. Я ничего не могу вам сказать, что нас ожидает, я думаю, что ничего хорошего нас не ожидает, но у каждого будут свои маленькие радости. А в таком глобальном масштабе я не вижу особых поводов и причин, что мы там вот чем-то уже прямо так вот радовались. Будем живы, и слава Богу, будто я так думала. Не согласен? Согласен. Ну, вот видишь, как хорошо. Консенсус, как говорил известный политик. Так, что у нас тут еще за жизнь-то была? Алена Семенова. Вот хороший вопрос, мне нравится. Расскажите, пожалуйста, о вашей студенческой жизни, что было хорошего и плохого. Алина, все было замечательно. Мы были молоды, мир принадлежал нам, революционные настроения. Я училась на испанском отделении МГП имени Ленина, когда так назывался. Вот, роман-германский факультет, не просто лингвистический, а роман-германский факультет отделения испанского языка. Собралась шарашка революционно мыслящих товарищей, Че Гевара, наш герой был, Дебрэм, мы читали его работы. Ну как, у нас все время был протест, мы требовали там убрать то одного преподавателя, то другого. Революционное настроение, прекрасные выступления на семинарах по марксизму-ленинизму, где мы там, третий мир и так далее. Вот, выпускали всякие интересные газеты, партком заклеивал белыми листами. А газета была, ну, ватман, большой лист, да, ну, наверное, четыре или пять таких листов вот вывешивался. Приходил секретарь парткома с клеем, с бумагой и крамольные места заклеивал. Вот, хиповали, я ходила в джинсовой куртке с чужого плеча, кого-то разделили на арбате, вот, с сандалами, мечетками на шеи, большой такой значок, батон, круглый, нет НАТО. Вот, и мы устраивали периодически, прокатывали секретарей комсомольской организации, вот, по-своему извращали работу Владимира Ильича Ленина. Ну, то есть, жизнь била ключом. И тогда вот уже начался биг-бит, бит-группы, концерты, это все же было именно в студенческие годы. Почему я решила поступать на лингвистические факультеты исключительно из-за Кубинской революции у меня испанский язык был. Я закачивал школу с английским, год я готовилась, у меня переводчица Че Гевара, которая работала с Че Геварой, когда он приезжал в Россию, Регина, фамилию сейчас я ее уже не помню, очаровательная женщина, она у меня натаскила на испанский язык. исключительно, потому что мне нужно было на Кубу, мне нужно было в Латинскую Америку, продолжать дело Троцкого и Че Гевара и Кастро. Я пошла на испанский язык. Помогают ли вам знания, полученные во время обучения в УЗИ? Вот мне Виталий объяснил, почему был задан этот вопрос. Я не поняла. Оказывается, Виталий... Ну, те, кто учится сейчас, может быть, в ближайшие 10 лет закончили высшее образование, я думаю, что многим из таких людей знания, полученные в УЗИ, не всегда пригождаются на работе и очень трудно устроиться по специальности конкретно сейчас. Ну, если только там у УЗа нет какого-то договора со сторонними предприятиями, которые уже берут выпускников на работу. Но это тоже такая круговая порука. Приходится сколько-то лет там отрабатывать. отработка обязательно. Она и раньше была, когда ты по распределению ты должен отработать. Можно поработать там несколько месяцев и понять, что это вовсе не твое. Ну, у нас было проще. Вот у испанцев в мое время у нас было свободное распределение. У испанцев было всего две спецшколы в Москве укомплектованные. Но меня звали в спецшколу. Дети меня любили. Но я себе в страшном сне не могла представить, что я буду делать в школе. Вот. Звонила зауч из Медведкова была спецшкола. Маргарита, мы очень хотим вас видеть. Это было ужасно для меня, потому что мы там практику проходили. Я там, ну, хорошо, дети, это все. Потом я там подружилась с десятиклассниками, читала им лекции по хиппизму, ставила им прополхарму. В общем, все. И до сих пор мы на фейсбуке там с одним сюрреалистом, вырос сюрреалист из учеников тогда. Очень хорошая компания, кстати, была. Мы с ним как-то общаемся. И брат у него стал сюрреалистом, художником. Но, к сожалению, у него не очень карьера задалась. Вот. Так что у нас как было? У нас было свободное распределение. Я могла, в принципе, пойти работать в КГБ. Звали. Я пошла на собеседование и поняла, что мне там делать нечего. Хотя полагалось отпуск как военным, доплата, звание, то есть все, все, все. Но условия работы были такие, то есть это не для моей свободолюбивой натуры. Я просто пошла из интереса, потому что ну а кто из вас был на Лубянке? Слава Богу, наверное, никто еще там не был. А на собеседование вызвали то есть не самое вот это страшное серое здание огромное, а там на углу гастроном смоленский так называемый, я не знаю, есть он сейчас там или нет, и соседний подъезд, очень скромный. Ну, бюро пропусков, то есть надо было все, я пошла, мое впечатление было чудовищное, то есть я шла по какому-то коридору такому длинному, желтыми какими-то лампами, ну не скажу, как у шлейка там засиженной мухами, да, вот, но такое вот ощущение присутствия, как вот в фильмах о Достоевском показывают, присутствие, да, вот сейчас... сразу себе будущее такое нарисовали. Нет, нет, я будущее нарисовала, когда я пришла в кабинет, куда мне надо было, сидела очень милая женщина, но такие вот стулья казенные, вермантином обшитые, какой-то обшарпанный стол, тоже вот эта вот желтая лампа, кошмар, это потом уже, я просто вспомнила вот этот кабинет, когда перед тем, как ехать на Кубу, нас вызвали на собеседование на Вторую площадь в ЦК, и как-то мои впечатления от ЦК разрушились, потому что мы попали тоже в кабинет с человеком, который проводил с нами собеседование, и был какой-то обшарпанный жутко кабинет, и висел портрет кто у нас тогда был, Брежник, по-моему, или Андропов. Брежник, наверное, покосившийся вот так, как-то был скособочный. Я опять вспомнила Швейка, где портрет нашего Фердинанда Мухи, за что он и попал. Ну, в общем, короче говоря, это все, это, в общем, можно долго рассказывать. Я должна сказать, что знания очень даже помогали, и помогают до сих пор. помогают ли вам знания, полученные во время обучения в УЗИ. Ну, очень помогает, потому что, когда вот начался вот этот шквал, скажем так, рок-музыки, да, английский язык, куда без него. И если бы я, может быть, не изучала бы внимательно тексты соответствующих групп, то, может быть, я бы ничего не писала. То есть, я постоянно читаю, я понимаю, что язык развивается. Конечно, навыки разговора потеряны. Но если на улице меня останавливают и что-то спрашивают, там, как пройти, это я все и на испанском, и на английском, я скажу. Но вообще, конечно, то есть, говорить так, давать интервью, как Оксимирон на английском языке, я не могу. У меня нет практики просто. Уже нет. Раньше, что, с Хантером Дэвисом, биографом Битлз, который выпустил биографию, мы с ним прекрасно. По телефону я с ним так быстренько переключался. Сейчас это все сложнее. Но тексты я читаю, статьи я читаю, рецензии я читаю на языках. Иногда даже книжку беру, там, допустим, уже на испанском, вот Маркес на испанском. То есть, ну, стараюсь как бы держаться в форме. И это помогает. Музыка стала хорошим мотиватором для мужчин. Я думаю, не только для вас. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые вот пишут тексты, не зная языков. И когда я говорю, а вот почему вы не обратите внимание, вот как вот там, допустим, такой-то, такой-то группы, да? Я не знаю английского. Ну, мне остается пожалеть этих людей. Учите английский, потому что таких учебников нет, толковых. Ну, по стихосложению есть, а вот как писать драматургии, там, тексты, все это никто не отменял. Это лучше учиться на примере, там, ну, англо, скажем так, англоязычных групп. Англоязычных групп.